Всем привет, меня зовут Настя, я ваша преподаватель литературы, и мы продолжаем наш разговор об Александре Сергеевичу Пушкине. На прошлом уроке мы поговорили о его жизни и определили главную тему лирики, тему свободы. Сегодня мы поговорим о лирике, которая посвящена у Пушкина теме творчества, но мы увидим, что она тоже переплетается тесно с темой свободы и посмотрим, как же она реализовывается. Тема творчества – это важная тема для многих поэтов. Они всегда пытались понять, а зачем поэзия, зачем их стихи, зачем поэт нужен миру, что он должен делать, каким он должен быть, какие задачи он должен выполнять. И Пушкин, безусловно, в своем предназначении поэтическом и творческом потенциале тоже рефлексирует и думает. Основное время, когда он думает об этом, это Михайловская ссылка и годы после нее. То есть это не юность, не молодость, хотя он достаточно молодой, мы помним про его недолгую жизнь, и не помним про то, что это молодой мужчина. Но все равно это не восторженная юность, это уже достаточно мудрый человек, который много чего посмотрел, уже достаточно опытный, и он уже может сложить какое-то мнение по поводу себя, своего творчества и своей личности. Поэтому именно в этот период основные стихотворения, важные для этого направления, написаны. Как мы с вами уже говорили, годы Михайловской ссылки, это тесно перекликаются с декабристским восстанием, 1826 год потом наступает, коронация Николая I, и начинается новая эпоха. Мы с вами говорили о том, что первое начало, даже первая четверть XIX века, это эпоха победы, триумфа, торжества, ощущение, что сейчас начнется какая-то невероятная новая жизнь. А тут начинается какая-то новая эпоха, от которой совершенно непонятно, что ждать, но в любом случае ясно, что она будет очень сильно отличаться от прошлой, и что уже не будет так свободно слова, уже мы не сможем писать такие вольнолюбивые стихи, и, видимо, обещанных реформ ждать придется очень долго. То есть вот понимание этого присутствует, и общее настроение у всего – это страх перед предыдущим, непонимание, что же автор в итоге ждет. Что о Пушкине конкретно в этот период? 8 сентября 1826 года он встречается с Николаем Первым. Николай возвращает его из ссылки и дарует ему прощение. То есть новый император, вроде бы мы должны начать с чистого листа, и император отпускает Пушкина. Встреча проходила, только были на ней они вдвоем, ничего не записывалось, никаких нет сторонних источников о том, стенографических записей, о том, о чем они там говорили. Но Пушкин сам потом в своих мемуарах вспоминал о том, что Николай Первый спрашивал его о декабристах, о декабристском восстании, спрашивал его, пошел бы он на это восстание, если бы был в Петербурге. Пушкин ответил утвердительно, что да, потому что были мои друзья, и я не мог бы их бросить. И в целом на этой встрече поэт и император достигли некоторого соглашения. Пушкин обещал воздерживаться от острой критики правительства, то есть желание смерти императору больше Пушкин обещал не делать такого, но в то же время он объявил Николаю, что он не будет отказываться от своих убеждений, он не будет теперь официальным поэтом, носителем какой-то новой идеологии, у него есть свои ценности, которые сформировались и, возможно, будут трансформироваться, но они будут его, не государственные, он будет как-то идти по-другому. Николай Первый, в принципе, примиряется с этим, освобождая даже на какое-то время Пушкина от цензуры, объявляет, что он будет его цензором, как бы сейчас об этом говорят как о чем-то страшном, Николай Первый, император, цензор Пушкина, но тогда скорее наоборот это Пушкина освобождало от бюрократии и больше даже, может быть, как-то говорил о их не то чтобы дружбе, но каком-то партнерстве, но это продолжилось очень долго, и как бы цензура потом все равно осталась за Пушкиным следить. Почему Николай Первый это сделал? Он все-таки был человек неглупый, он понимал, что расправа над декабристами была жестокая, он не видел тогда другого выхода для себя, но он понимал, что общество, особенно молодые думающие дворяне, не на его стороне сейчас. И Пушкин, он Николай Первый считал важным расположить к себе Пушкина, так как он хорошо его знал, он знал, какое влияние Пушкин имеет на всю дворянскую интеллигенцию, и он, в принципе, сделал довольно мудрый ход, довольно расчетливый и далеко идущий вперед. Но, конечно же, Пушкин, когда объявил, что он не будет официальным поэтом, естественно, их отношения немножечко все равно оставались всегда натянутыми, особенно до конца жизни, то есть это не было какой-то дружбы или каким-то партнерством, это неправильно так думать. Но это было, конечно, что-то уникальное, потому что больше подобных соглашений Николай Первый ни с какими поэтами и писателями осуществлять не будет. То есть это действительно был какой-то единичный случай конкретно с Пушкиным, но который тоже был довольно негладким. И в это время Пушкин пребывает в уверенности, что раз случилась такая большая трагедия, Пушкин тоже по этому поводу переживал, но он понимал, что нужно двигаться дальше. И он пребывал в такой утопической идее, что он сейчас сможет создать как будто бы какие-то новые взгляды и повести дворян за собой, возможно, более гуманные, более спокойные, больше пойти навстречу государству получится, с императором договориться. То есть он, конечно, это была абсолютно утопическая идея, никак не относящаяся к жизни, быстро Пушкин понял, что ничего из этого не выйдет. Но вот то, что повлияло на его лирику, это ощущение, что вот он сейчас поведет всех за собой, он сейчас сможет создать что-то для государства и для общества, какую-то новую идеологию, возможно, или как-то аккумулировать все общие взгляды, и где все будут в согласии, спокойным диалогом, в спокойном тоне говорить о реформах и о преобразованиях. Ну, как вы понимаете, этого не произошло, но порыв был. И поэтому это событие стало, да, важным для Пушкина именно для ощущения того, что он теперь не просто поэт, а носитель какой-то важной информации, какой-то истины. И вот каким образом это в пушкинской лирике развивалось, мы сейчас посмотрим на примере разных стихотворений. Первое такое знаковое стихотворение Пушкина по поводу на тему творчества, это стихотворение «Пророк», как раз написанное в 1826 году. Уже название «Пророк» намекает нам на опять какой-то религиозный, божественный, символический смысл. Это не случайно. Стихотворение тоже достаточно большое, поэтому тут некоторые цитаты. Композиция стихотворения заключается в следующем. Написано оно достаточно тяжелым языком, с большим количеством слов из церковнославянского языка, из таких архаизмов, устаревших слов. Пушкин, наоборот, ратовал за современный русский язык, он фактически придумал такой литературный язык, потому что мы прекрасно читаем Евгения Онегина и все с вами понимаем, хотя два века уже прошло. Но это стихотворение не случайно наполнено всякими старыми словами, которые нам очень сейчас непривычны. Композиция стихотворения заключается в следующем. Поэт, некий странник, от первого лица идет это стихотворение, он блуждает по пустыне. Опять же, блуждает по пустыне, то есть находится в каком-то перепуте, в каком-то таком вот состоянии нестабильности. И вот он встречает шестикрылого Серафима, это ангел, который явился ему на этом перепуте. И шестикрылый Серафим, который явился, начинает преобразовывать поэта, начинает что-то с ним делать. Вот, например, вырывает праздный язык, празднословный и лукавый, и вставил жало мудрые змеи в уста замерзшие мои. То есть теперь поэт, после вот этих, там был список целых преобразований, после этого поэт меняется. Теперь он не праздно шатающийся по пустыне, не понимающий своего предназначения, а теперь он абсолютно преобразился, фактически переродился, то есть как бы практически умер, и что-то новое с ним произошло, и конец техотворения следующий. И Шерафим этот говорит ему, «Восстань, пророк, и вижте в нем, или исполнись волею моей, и обходя моря и земли, глаголом «жги сердца людей». Вот это тоже глаголом «жги сердца людей» тоже стало таким пушкинским фразеологизмом. То есть поэт — это какой-то... Поэт — это голос Бога. Поэтом становится в результате такого божественного промысла. Обычный человек не сможет, раз, и стать поэтом. Нужно пережить какие-то жестокие трансформации душевные, чтобы стать поэтом и обладать возможностью говорить и нести вот этот вот глаз и глаголом «жечь сердца людей». То есть поэт — это грандиозное что-то. Это не просто рассказывание о действительности, о каких-то чувствах, о чем-то таком. Поэт по Пушкину, вот по этому стихотворению — это пророк. То есть он вещает о будущем, он доносит до людей божественную истину, он избран, он не просто откуда-то взялся. Еще раз, не каждый человек может стать. Это какой-то избранный богом человек, который обязательно должен пережить какие-то жесткие трансформации, и после этого тогда он сможет действовать и идти. То есть это не зависит от его воли, исполнись волею моей. То есть это он божью волю исполняет. И вот к творчеству Пушкин приравнивает, вот настолько это грандиозно, настолько это великое нечто, что несет в себе поэт. Конечно, это стихотворение, оно очень грандиозное, оно такое достаточно может показаться пафосным и серьезным. Да, то есть тут действительно такое очень яркое, очень возвеличенное. И предыдущие стихотворения, которые мы с вами разберем, они попроще. Да, и мы даже, возможно, больше что-то поймем. Но вот это стихотворение стало знаковым. То есть если мы уберем с вами эти сложные все слова и лексику такую церковно-славянскую, возвышенную, высокую, как в классицизме практически, мы с вами увидим эту важную пушкинскую мысль избранности поэта. Поэт как носитель истины, который обязательно отличается от всех остальных. То есть раз он носит эту истину и может ее говорить, значит он отличается. У него другое сердце, у него другой ум, у него другой язык, у него другие уста, у него другое абсолютно все. Поэтому он вот этот избранный поэт. И не каждый может быть таким. Следующее стихотворение, оно, конечно, попроще, называется одноименно поэт. Состоит оно из двух частей. И оно уже такое более... Мне, например, оно ближе, потому что оно более такое реально, написано таким понятным языком. И без вот этого высокой лексики, без излишнего пафоса, вполне прекрасно тоже повествует о роли поэта. В первой части стихотворения Пушкин говорит о том, что поэт какое-то время явно может находиться, ну, скажем так, отдыхая, расслабленно, практически в состоянии сна, пока не требует поэта к священной жертве Аполлон. В заботах суетного света он малодушно погружен. То есть он обычный человек, фактически. Мы не отличим его из толпы таких же людей. Но как только божественный глагол до слуха чуткого коснется, то есть мотив вдохновения, опять же, вдохновение как что-то божественное. То есть это не просто талант, да, или дар какой-то. Нет, Пушкин не думает об этом с этой точки зрения. Он думает о какой-то высшей силе, которая касается поэта. И вот как только этого обычного поэта в суете дней касается божественный глагол, его душа пробуждается. И он готов с помощью своей лиры, с помощью своих слов, с помощью своего творчества, опять же, нести эту истину, нести это знание людям. Бежит он дикий и суровый, и звуков, и смятенья полон. Опять же, тут немножечко прослеживается мотив, конечно же, одиночества поэта. Раз он избранный, раз он отличается от всех остальных, раз его касается этот божественный промысел, а других нет. Конечно, он будет сильно отличаться, он будет одиноким всегда, потому что не сможет поделиться с остальными людьми в полной мере всем тем, что в нем есть. Они его просто не поймут. Они же не поэты. Поэтому поэт тоже такой всегда немножечко одинокий, исключительный и особенный. Опять же, похоже на романтизм чуть-чуть. Но это стихотворение уже кажется попроще по сравнению с пророком. Здесь уже нет этого возвышенного значения, но все равно остается ощущение избранности, исключительности и такого божественного смысла существования у поэта. Это важно для пушкинского поэта. Похожие мотивы в другом стихотворении 30-й год, стихотворение поэту. То есть в данном случае Пушкин как будто бы обращается к другим поэтам. Он осознает, что он не единственный на свете и обращается к поэту как к коллеге в целом в принципе. И вот здесь в этом стихотворении как раз очень важна тема свободы, о которой мы уже говорили. Если в прошлом у нас с вами была идея божественного промысла, божественной истины, чего-то, какого-то голоса сильного, который снизошел на поэта, и поэт не может, он должен этот голос транслировать и распространять, то здесь поэт более самостоятельный. И Пушкин в принципе от того изображения тоже потом приходит к пониманию, что поэт это самостоятельная единица. Да, он отличается от остальных, но все-таки там напополам и его самостоятельность и какого-то возможно божественного промысла. Здесь, в этом стихотворении, поэтому Пушкин больше рассуждает о земной стороне поэтического творчества, о поэте, и о его читателях, последователях, аудитории, о толпе, скажем так. И Пушкин здесь говорит о следующем. Поэт не должен дорожить любовью на роль, он не должен слушать восторженные какие-то похвалы, потому что это минутно. То похвалят, то покритикуют, то вознесут до небес, то сбросят с этого пьедестала. Поэт всегда должен оставаться индивидуальным и свободным. Вот опять же тема свободы. Смотрите, ты царь, живи один, дорогую свободной, иди, куда влечет тебя свободный ум. Целых два раза он повторяется эпитет свободный. Видите, уже нет практически идеи какого-то божественного промысла, больше про отношения поэта и толпы. Поэт не должен опираться на мнение толпы, потому что оно мимолетно, оно все время меняется, а толпа может сама не знать, чего она хочет. Поэт, он самостоятельен, он свободен. Соответственно, свобода творчества и свобода поэта заключается в том, что он не обращает внимания на это. Да, зрительская любовь и читательская, точнее, конечно же, будет всегда приятно, но точно так же этот читатель может опрокинуть себя и забыть о том, что минуту назад он тебя восхвалял. Ты всегда есть у себя, у себя, как поэт, твое вдохновение, твоя сила, твой язык, твой ум. Соответственно, нужно всегда помнить об этом и настоящий свободный поэт это тот, который больше всего ценит именно вот эту сторону, а не похвалу, популярность, славу и прочее. Да тоже, видите, интересный очень аспект творчества. Уже, опять, мне тоже близко очень это стихотворение, потому что Пушкин по мере своего развития, взросления, конечно, он уходил от этой романтической идеи исключительности поэта. Он уже больше говорил о жизни, о земных, в принципе, проблемах, с которыми сталкивается не только поэт, но и, в принципе, любой, скажем, артист. Поэтому это, я думаю, полезно будет не только литераторам, но и любым представителям каких-то творческих профессий. И вот как раз я сказала об уходе от какой-то романтической идеи. Очень важное стихотворение это разговор книгопродавца с поэтом. Это большое стихотворение, построенное в формате диалога, собственно, книгопродавца и поэтом. Интересно, что написано оно раньше вот этих предыдущих, но именно в нем как будто бы окончательно рассеивается эта романтическая иллюзия. В чем сюжет стихотворения? Беседуют книгопродавец и поэт, автор. Поэт возвышенный говорит, конечно же, о том, какое у него свободное творчество, как он счастлив от того, что он может писать, как на него снисходит это озарение и он пишет. Книгопродавец постоянно возвращает поэта на землю, напоминая, что пора бы это все продавать. Вам же нужны деньги, соответственно, вы же не можете кормиться только славой, вот соловья баснями не кормят. Вот здесь похожая такая история. Поэт постоянно отнекивается от книгопродавца, говоря о том, что счастливый тот поэт, который сможет, может преодолеть это все, блаженный тот, который пишет не для людей. Книгопродавец напоминает ему, что когда вы чувствовали свою славу, вы же были счастливы. То есть получается, вы хотите писать для людей, но не хотите печататься. Это как будто бы немножечко такие двойные стандарты. И постепенно их беседа, такой спор приходит к соглашению. Поэт говорит, книгопродавец, прошу прощения, говорит важную вещь. Не продается вдохновение, но можно рукопись продать. То есть книгопродавец говорит, хорошо, у вас вдохновение, у вас божественное озарение, пожалуйста, пишите. Но вы написали, озарение закончилось, появилась рукопись, появился товар, вы можете продать его мне. То есть книгопродавец предлагает разграничить эту идею, и поэт с ним соглашается, и дает ему рукопись. Это очень важное стихотворение не только для темы по этой поэзии, но и в принципе для понимания того, как работала литература в то время. Пушкин всю жизнь страдал от финансовых затруднений. Его семья не была очень богатой, сам он постоянно влезал в долги, постоянно играл в азартные игры, то есть как бы все время у него были проблемы с этим. И Пушкин был первым автором, который жил на гонорары. То есть, если мы, например, поговорим про Жуковского, про Карамзина, да, они писали, но они были богатыми дворянами, с имениями, с доходами, у Пушкина этого ничего не было. Поэтому ему приходилось писать для того, чтобы просто зарабатывать деньги на жизнь. Поэтому вот эта идея возвышенного поэта, конечно, она не коррелировалась с тем, что в реальности вот нужно продать рукопись и получить деньги, чтобы вернуть долг знакомому, который вчера ты там проиграл в карты ему. И Пушкин, тут нельзя сказать, что он заключает сделку с совестью. Конечно же нет, мы все с вами живем в реальности и понимаем, что от нее не убежать. Напротив, Пушкин такой произносит очень важную вещь для всех авторов и для всех поэтов. Не продается вдохновение, но можно рукопись продать. Пока это твои мысли, пока это твое вдохновение, твое озарение, пиши, пожалуйста. Но как только ты это написал, это становится отдельным товаром, уже делом книгопродавцов, издательств и популярности. Это стихотворение очень интересно, необычно, я советую вам прочитать его полностью, чтобы погрузиться в этот диалог, понаблюдать внимательно, какой романтический поэт у нас. И как книгопродавец его постоянно немножечко так возвращает на землю, напоминая ему о том, что он не такой романтический, как он думает. И в то же время, после этого стихотворения, мы понимаем, что Пушкин для литературы сделал очень важную вещь. Он сделал литературу деятельностью, профессией. То есть он жил на гонорары, и именно с него началась эта история, что можно писать, это труд оплачиваемый. Конечно, вдохновение, конечно, это невероятное что-то, но в любом случае жить-то тоже нужно на что-то этому автору, этому писателю. И вот с пушкинских вот этих стихотворений и рассуждений начинается эта идея того, что поэт, конечно, вдохновенный и свободный, вдохновленный и свободный, но жить-то ему на что-то надо, и деньги тоже ему нужно зарабатывать. Либо он занимается исключительно литературой, либо какой-то сторонней деятельностью, но тогда вдохновения у него никогда не будет. Он же поэт и не может заниматься ничем другим. Важное очень стихотворение, которое так подводит итоги, хотя в самое раннее из тех, что мы с вами сегодня разбирали, подводит такой интересный итог, ставит точку вот в этом прощании с этим романтическим поэтом, который возвышенный и великий. Соответственно, мы с вами видим, что если подведем итог, говоря о теме творчества, что смысл поэта, его предназначение в пушкинской лирике, конечно, варьируется от почти божественного промысла, почти, знаете, такого пророка, как Иисус Христос, почти вот такого наместника Божьего на земле, вот такая бывает идея, до гражданского служения и до непосредственно автора-литератора как профессии, когда нужно получать деньги за свое вдохновение и продавать свои рукописи. Но в любом случае, вне зависимости от градации, да, это божественное что-то, либо это книга-продавец и поэт, и их дискуссия, в любом случае, идея главная о том, что поэт, он всегда носитель какой-то истины, и он должен передать ее читателю. Не каждый может стать поэтом. Это какая-то, это талант, или это чья-то высшая воля, чья-то высшая сила. Но в любом случае, это какая-то избранность, какая-то исключительность. Поэт не может не быть поэтом, то есть все в нем должно гореть от того, что он хочет передавать вот это все своему читателю. И, конечно же, поэт в этом смысле должен быть свободным. Даже если толпа его не понимает, это не значит, что он плохой поэт какой-то. Вполне возможно, что толпа неправильно его оценивает. Так часто очень, так бывало очень часто. Поэтому поэт должен не оглядываться на толпу. Он должен быть свободным в своих убеждениях, в своем творчестве, в своих идеях, верить исключительно себе и оставаться таким верным всю свою жизнь. В принципе, сам Пушкин это тоже сам исповедовал. Поэтому, кстати, важную вещь, надо сказать, Пушкин, безусловно, талантливый. Но он был очень трудолюбивым. Одним талантом тоже ничего не происходит. Всегда нужно практиковаться, всегда нужно трудолюбие. Пушкин был действительно неутомимым абсолютно в своем трудолюбии, в том, какой он был продуктивный даже в периоды ссылок, заточения, когда хотелось опустить руки и больше никогда ничего не писать. И, соответственно, все эти идеи в своей жизни он тоже им следовал, он тоже их воплощал. Верил в то, что поэт должен быть свободным. Верил в то, что его взгляды могут меняться, потому что юный Пушкин очень сильно отличается от уже зрелых в последние годы жизни. Но он всегда остается свободным даже в изменении этих взглядов, в честности перед самим собой и перед своим читателем. Спасибо вам большое за этот урок. В следующий раз мы поговорим о философской лирике Пушкина. До встречи.